Музыка Сначала вот это. 19 октября. Это хорошо адресуется ко всему моему славному поколению шестидесятников. Был написан в 73-м году. Музык сочинил Володь Дашкевич. Заказал её Юра Корякин. Он вёл тогда учебные передачи на телевидении. К лицейской передаче он попросил что-нибудь в духе Пушкина о лицее написать. Чтобы это было и подражание Пушкина, и одновременно о всех нас тоже. В 1973 год к тому времени со всеми нами тоже очень много чего произошло. Тогда, душой беспечные невежды, мы жили все и легче, и смелее на пороге наших дней. Неизбежно мы встречаем, узнаём и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, свято дружеское пламя, да непросто уберечь, да непросто уберечь. Все бы жить, как вон одни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашия и любви. И подобно лицейстам собираться у огня в октябре багряно листов, в октябре багряно листов девятнадцатого дня, девятнадцатого дня. Но судьба своё возьмёт, по-имщицки лихо свистнет, всё по-своему расчислит, не узнаешь наперёд. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, спасти захочешь друга. Да не выдумаешь, как? Да не выдумаешь, как? На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский, лицей под твоей бессмертной сенью, научиться бы вполне безоглядному веселью, бескорыстному доверию. В вольнодумной глубине, в вольнодумной глубине. Я клоун, я затейник, я выбегаю на манеж не ради денег, а только ради смеха. Вот этот клоун, вот спотеха, вот чудной быть может, когда я вот он, одной печалью станет меньше у кого-то. Выходит, ровным счетом, на свете больше станет радостью одной. Я клоун, веселый клоун, я этой шапочкой навеки коронован, но разве я не прекрасен? Вот этот клоун, вот потеха, вот чудной. Давайте поля сражений объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину, и вы, как дети, смеетесь над мной. Я клоун, я затейник, я клоун, веселый клоун. Они по городу идут, читают Тору. Они в автобусах сидят, читают Тору. Они за рыбою на рынок, за бумагой, в контору коридорами идут, читают Тору. У моря красного лежат, читают Тору. У средиземного лежат, читают Тору. Они лежат, они стоят, они сидят, они идут, они едят и пьют. И тут читают Тору. Трясет Исландию, они читают Тору. Колотит Грузию, они читают Тору. Россия и Сирия поставила четыре партии. Ракет, земля, земля, они читают Тору. Мне замечательно, они читают Тору. Мне отвратительно, они читают Тору. Их уважают, унижают, обожают, обижают, ают, ают, а они ее читают. Лежа и стоя, иди и сидя, благоговейно и уверенно. И он таким образом видит, что все еще, не все еще потеряно, еще не все потеряно, не все еще потеряно, еще не все. Субтитры создавал DimaTorzok